По данным Национального бюро статистики, среднемесячная зарплата в экономике в прошлом году выросла на 10,5%. Однако в связи со значительным ростом цен покупательская способность осталась на уровне 2014 года. Самыми высокооплачиваемыми в прошлом году были сотрудники сферы информационных технологий. Их зарплата составила 10 тысяч леев. Далее в рейтинге числятся сотрудники финансовых учреждений, чей заработок в 2015-м составил чуть более 8,5 тысяч. Почти столько же получали сотрудники энергосектора. В то же время, меньше всего по-прежнему получают работающие в сфере сельского хозяйства, общепита, культуры и искусства. Их зарплаты в прошлом году составили чуть более трех тысяч леев в месяц. Какие специальности у нас получают самые большие зарплаты, по твоему мнению? Айтишники. А почему именно айти? Ну, сейчас технологии, просто современные медные. И основа его только на айти. Айтишники. Банковские работники. Ну, судьи, прокуроры. Наверное, так. Я не знаю. Может, это еще? То есть из простых людей. К сожалению, я не думаю, что учителя, врачи, высокооплачиваемые люди. Вы же видите, что делается в нашей стране и какое отношение у нас к каким профессиям и к каким кланам. Банковский работник, он всегда нужен был, потому что он очень много имеет маржи с того, что он получает. Ну, и еще оплачиваются те, кто уезжает. Мы как стали профессиональные поставщики рабочей силы. Спасибо.